Трюк номер один. Будьте первым или последним. Золотое правило, которое с успехом используют голливудские кинематографисты. Мы лучше всего запоминаем то, что видим в самом начале и в конце. Поэтому если начало фильма было захватывающим, а финал неожиданным и интересным, то фильм нам понравится, даже если в середине было не так интересно. То же самое происходит при общении с людьми. Например, если вам предстоит собеседование на новую работу, то постарайтесь устроить так, чтобы в день интервью вы были одним из первых кандидатов или наоборот одним из последних. Так потенциальный работодатель лучше вас запомнит. То же самое и в процессе разговора. Если изначально вы произвели положительное впечатление, а в конце, например, рассказали смешную шутку или что-то очень интересное, то у собеседника останется положительное впечатление от встречи с вами, даже если в середине беседы что-то пошло не так. Напишите в комментариях свой любимый фильм. Уверен, какое бы кино вы ни назвали, вы 100% остались в восторге от финала. Номер 2. Зеркальное отражение Как наверняка понравится собеседнику, даже если это едва знакомый вам человек. Попробуйте повторять его поведение. Во время общения старайтесь делать похожие жесты, мимику или говорить с тем же темпом речи. Нью-Йоркский университет проводил большое исследование, посвященное подобному эффекту хамелеона. По его итогам выяснилось, что люди подсознательно склонны проявлять симпатию к собеседнику, который использует похожее поведение. То есть нам нравятся люди, чем-то напоминающие нас самих. Можете использовать этот навык, когда у вас важная встреча, или вы хотите получить одобрение собеседника по какому-либо вопросу. Номер 3. Если хотите расположить к себе незнакомого человека всего за несколько секунд, то воспользуйтесь простым лайфхаком. Попробуйте рассмотреть, какого цвета глаза у вашего собеседника. Это отличный трюк для тех, у кого проблемы со зрительным контактом. Для того, чтобы определить цвет глаз, вам понадобится всего 3-5 секунд. Этого достаточно, чтобы вызвать симпатию. Более длительный контакт глазами, наоборот, может привести к напряжению. Человек, долго смотрящий в упор в глаза, скорее вызывает неприязнь и страх. Номер 4. Сражайся или беги. Несмотря на многовековую эволюцию, в нашем мозге по-прежнему остаются механизмы, которые были у первобытных людей. При встрече с опасностью у человеческого существа есть два варианта – сражаться или бежать. Тысячи лет назад эта ситуация происходила при встрече с опасным зверем. Сегодня те же эмоции испытывает подозреваемая на допросе или подростки, которых настойчиво расспрашивают родители. И в том и в другом случае сердце начинает биться чаще, адреналин в крови резко повышается. Руки и ноги становятся энергичными, но бежать с допроса человек не может, поэтому он несознательно пытается выпустить эту энергию. Перед тем, как сказать неправду, человек может ерзать, потирать руки, трогать волосы или делать странные неестественные жесты. Также в моменты, когда человек лжет, поднимается температура тела, поэтому многие, особенно мужчины, склонны трогать воротник, кофты или футболки. Например, оттягивать его, чтобы запустить воздух под одежду и немного остыть. Имейте это в виду, чтобы вычислить лжеца при разговоре. Номер пять. Используйте молчание. Когда вы находитесь с кем-то в одном небольшом пространстве, то молчание обычно вызывает ощущение крайнего дискомфорта. Вы можете использовать это в свою пользу, чтобы добиться от человека правды. Когда вы задали вопрос и хотите услышать на него честный ответ, то просто сохраняйте молчание после того, как собеседник вам ответил. Это создаст напряжение у собеседника, если он соврал. Он подумает, что вы на самом деле знаете правду и ждете от него честного ответа. Так вы сможете убедиться, что услышали честный ответ на свой вопрос. В дополнение к этому можете смотреть человеку не в глаза, а на лоб. Большинство собеседников в этот момент будет чувствовать себя некомфортно и захотят быстрее закончить разговор, а для этого они сразу скажут правду. Номер шесть. Комплименты. Все любят слышать комплименты в свой адрес. И женщины, и мужчины. Большинство американцев начинают разговор с комплимента собеседнику. Они могут отметить вашу рубашку, принт на футболке, классные очки, прическу, все что угодно. Подобное начало беседы – абсолютная норма в Соединенных Штатах. И даже несмотря на то, что со временем люди привыкают слышать подобные комплименты в свой адрес, это все равно настраивает их на позитивный лад. Уверен, большинство из тех, кто смотрит это видео, не живут в Америке. В России и в других странах бывшего СССР подобное начало беседы не принято. И это ваше преимущество. Ведь слышать комплименты наши люди любят не меньше, чем американцы. Попробуйте начать разговор с малознакомым человеком с маленького комплимента какой-нибудь детали в его внешнем виде. Таким образом, собеседник начинает незамедлительно испытывать к вам симпатию. Конечно, не нужно думать, что он будет от вас без ума, но настроение собеседника точно будет лучше. А если вы хотите именно понравиться человеку, то комплимент может быть также полезен, но он должен быть более тонким. Люди устроены таким образом, что любят получать вознаграждение. Лучшей наградой для человека является признание его труда. Если вы знаете, что собеседник усиленно над чем-то работал, вы можете отметить это в своем комплименте. Например, если у вас есть информация, что женщина или мужчина потратили много времени и сил, чтобы сбросить вес. Обязательно отметьте, в какой отличной форме они находятся. Они практически сразу вас полюбят. Также вы можете отметить профессиональные достижения или личные заслуги. Все это очень приятно слышать. Номер 7. Техника. Подскажите, пожалуйста. Как быстро установить контакт с незнакомым человеком и вызвать у него симпатию? Нужно позволить ему вам помочь. Большинство людей испытывают больше позитивных эмоций, когда они помогли другому, нежели когда помогли им. Например, у вас первый день на новой работе, и вы хотите наладить контакт с кем-нибудь из коллег. Просто попросите его подсказать вам что-нибудь, что-нибудь незначительное. Например, где ближайшее к офису кафе. Или что-то в этом роде. Это ничего не стоит для собеседника, при этом у него будет приятное чувство, что он оказал помощь, и вы намного быстрее сможете наладить с ним контакт. Номер 8. Правило 5 секунд. По данным психологов, при контакте с незнакомым человеком нам требуется всего 5 секунд для того, чтобы понять, нравится он нам или нет. Поэтому, если вы хотите получить уважение и симпатию от незнакомца, то стоит подумать об этом заранее. Две основные вещи, на которые обратит внимание собеседник при первом контакте с вами – это внешний вид и поза. Говоря о внешнем виде, мы в первую очередь подразумеваем одежду. Принцип одеваться как все – неправильный, так как вы перестаете хоть как-то выделяться на фоне остальных. Тем самым, вызывать симпатию и интерес по отношению к вам в первые секунды будет довольно сложно. Но это не значит, что одежда должна быть очень дорогой и вычурной. Главное, она должна вам идти, а бренд и ценник не играют важной роли. Поза также говорит о вас многое. Когда мы сутулимся, зажимаемся, прячем руки, мы подсознательно хотим показать как можно меньше своего тела. Нашему собеседнику такая поза говорит только одно – перед ним неуверенный в себе человек. Заслужить уважение в первые секунды встречи таким образом просто невозможно. Поэтому помните об осанке, не пытайтесь спрятать руки в карманы и не отводите взгляд. Конечно, то, как дальше пройдет ваша встреча, как и о чем вы будете говорить, также важно. Но первое впечатление может задать тон остальной беседе и в итоге привести к вашему успеху или провалу. Номер 9. Эффект приманки Этот трюк часто используют продавцы различных товаров. Так что можете взять его на вооружение, чтобы не попадаться и не тратить лишнее. Предположим, у вас есть товар, который вы хотите как можно больше продать в своем магазине. Допустим, это модель фотокамеры, которая стоит 500 долларов. Чтобы как можно больше посетителей купили именно ее, положите рядом камеру за 200 долларов и камеру за 1000 долларов. Абсолютное большинство посетителей выберет между тремя вариантами тот, что посередине. Это называют эффектом компромисса. Мы подсознательно стараемся отсечь самые экстремальные варианты и выбрать что-то среднее. Этим эффектом пользуется огромное количество компаний – и продавцы кофе, и продавцы автомобилей. Номер 10. Если при разговоре с вами собеседник поглаживает подбородок, будьте уверены, он вас не слушает. Подобные жесты рукой мы делаем, когда хорошенько над чем-то думаем и не замечаем многого происходящего вокруг. Так что если вы заметили, что человек так делает, остановитесь и не рассказывайте ничего важного. Человек все равно вас не слышит. Подобным образом также можно трактовать позу человека, откинувшегося на спинку стула. Если у вас есть проблема с запоминанием имен, это может приносить множество неудобств, особенно в делах. Люди не очень любят, когда их переспрашивают о том, как их зовут. Но что делать, чтобы лучше запоминать имена? Есть простой, но эффективный лайфхак. Если человек представился в разговоре, используйте его имя несколько раз, когда общаетесь. Просто начинайте вопрос или предложение с имени собеседника. Так вы почти наверняка запомните имя человека и избежите неприятных ситуаций при встрече с ним. Номер 12. Общие темы. Мы склонны испытывать симпатию к людям, с которыми у нас есть что-то общее. Поэтому если вы в процессе разговора узнаете, что ваш собеседник любит ту же еду, что и вы, предпочитают похожие фильмы или занимается тем же хобби, обязательно используйте это. Расскажите историю из вашего опыта, связанную с этой общей темой. Например, в процессе разговора ваш собеседник Скольз заметил, что ему нравятся фильмы про супергероев. И вы тоже без ума от Железного человека и компании. Обязательно поделитесь своими впечатлениями о последнем фильме или сериале про супергероев. Задайте об этом вопросы своему собеседнику. Найдя общую тему, вы станете эмоционально значительно ближе. Номер 13. Просите больше Этот трюк активно используют продавцы. Они озвучивают вам цену побольше, и в тот момент, когда вы готовы отказаться от сделки, они снижают стоимость. На самом деле, в большинстве случаев, эта цена со скидкой и была их целью. А сумму повыше они называли только для того, чтобы вам было психологически легче согласиться на более дешевое предложение. Этот же прием вы можете эффективно использовать в своей повседневной жизни. Например, вы хотите занять денег у друга. Вам нужно 500 рублей. Сначала попросите одолжить вам 1000. Когда вы услышите отказ, то попросите одолжить хотя бы 500. Так ваши шансы получить 500 рублей будут намного выше, чем если бы вы сразу попросили эту сумму. Или другой пример. Вы хотите завести рыбок, но заранее знаете, что ваши родители или муж или жена будут против этой идеи. Начните с просьбы завести кошку или собаку. Когда вы услышите отказ, то попросите о рыбках. В этом случае ваш оппонент наверняка согласится. Во-первых, потому что рыбки выглядят безобидно на фоне собаки. А во-вторых, у оппонента будет чувство вины за то, что он отказал вам в первой просьбе. Номер 14. Услуга наперед. Если вы хотите получить от другого человека какую-то услугу, то лучший способ – это заставить его быть вам должным. Проще говоря, сначала вы абсолютно добровольно помогаете нужному вам человеку в каком-то деле. Затем, когда он вас поблагодарит, ни в коем случае не отвечайте ни за что или нет проблем. Вместо этого скажите «пожалуйста, друзья всегда так поступают». Теперь подсознательно человек будет чувствовать себя должным помочь вам, когда вы к нему обратитесь. Номер 15. Следите за цветом одежды. Цвет – это невероятно сильный инструмент, который подсознательно влияет на каждого человека. Именно поэтому стоит внимательно следить за тем, какого цвета одежду вы носите в той или иной ситуации. Если вы хотите устроиться на работу в серьезную компанию, то стоит избегать очень ярких цветов, например, оранжевого или салатового. Это отпугнет потенциального работодателя. Также стоит напомнить об обуви. Понятно, что она должна быть чистой и аккуратной. Но помимо этого, важную роль играет наличие каблука, как для мужчин, так и для женщин. Помимо того, что вы будете выглядеть выше, каблук придает больше авторитета. Люди склонны считать людей в обуви на каблуке более профессиональными и опытными. Номер 16. Начать с малого. Этот трюк полезен как при взаимодействии с другими людьми, так и при выполнении чего-то в одиночку. Если вы знаете, что вам нужно сделать большое важное дело, то велика вероятность, что мозг сопротивляется этому изо всех сил, и вы никак не можете начать. Тогда полезно начать с малого. Например, сказать себе, я буду заниматься этим только 20 минут. Велика вероятность, что через 20 минут, погрузившись в работу, вы продолжите начатое. Также можно разделить одно большое дело на несколько маленьких частей и делать каждый день понемногу. Эту же технику можно применять на других людях. Предположим, вы руководитель и у вас в подчинении несколько человек. Можно просто давать им указание выполнить ту или иную задачу. Но велика вероятность, что продуктивность сотрудников будет маленькой. Лучше разделить одну большую задачу на несколько частей и сказать работникам «давайте начнем с этого». Так сотрудникам будет намного проще начать, и они быстрее справятся с итоговой поставленной задачей. Номер 17. Не переходите на личности. Звучит как совет от капитана очевидность, но на самом деле многие им пренебрегают. Представьте ситуацию. Вы обсуждаете какую-то идею в кругу друзей. Это может быть совещание на работе или встреча друзей. В какой-то момент вы вступаете в спор с одним из собеседников. Аргументы заканчиваются, и вы переходите на личность. Например, говорите, что у человека меньше опыта, чем у вас. Или у него всегда плохие идеи. Или что вы лучше знаете тему. В этот момент вам кажется, что это отличный аргумент, и вы осадили собеседника. Но на самом деле все присутствующие вокруг начинают воспринимать негативно именно вас. Ваша ошибка была в том, что вы стали критиковать человека, вместо того, чтобы критиковать его идею. Переход на личности всегда ставит обвиняющего в слабую позицию. Всегда критикуйте конкретное предложение собеседника, и следующим шагом предлагайте свое решение. Так вы будете выглядеть уверенно и вызывать уважение у окружающих. Номер 18. Начните разговор с шутки. Юмор – это отличный инструмент для того, чтобы начать беседу. Особенно, если вы не очень хорошо знакомы с человеком. Все мы знаем это неловкое чувство в начале разговора, когда вы оба не знаете, что сказать. Простая шутка в этот момент заставит вашего собеседника относиться к вам с большей симпатией. Понятно, что освоить искусство юмора не так-то просто. У кого-то этот навык развит лучше, а у кого-то хуже. Но это не значит, что вам нужно придумывать шутки. Просто возьмите их у известных комиков и используйте в начале беседы. Все любят людей с чувством юмора – это факт. Однако не стоит забывать периодически обновлять свой арсенал шуток. Иначе вы станете тем самым человеком, который рассказывает один и тот же анекдот по несколько раз. И в таком случае вы не добьетесь чувства симпатии, а скорее наоборот. Номер 19. Используйте еду, чтобы улучшить взаимоотношения. Веками прием пищи объединял людей. Во время еды крайне редко происходят серьезные ссоры и выяснения отношений. Если вы знаете, что вам предстоит сказать неприятную правду вашему коллеге по работе или близкому человеку, сделайте это во время приема пищи. Когда люди едят, то слишком заняты этим процессом, чтобы полноценно реагировать на информацию. Поэтому неприятные новости они воспримут намного более спокойно, чем если бы были полностью сфокусированы на беседе. Усилить этот трюк может выбор места. Если вы едите в людном месте, то присутствие других людей будет дополнительным сдерживающим фактором для выплеска негативных эмоций. Кроме того, мы все склонны к нервозности, когда голодны. Так что дать собеседнику что-нибудь поесть, перед тем, как вы сообщите ему неприятные новости – хорошая идея. Так его отношение будет более спокойным. Номер 20. Запутать, чтобы убедить. Известный факт. Для убеждения оппонента вам нужно оставить ему как можно меньше возможности обдумать сказанное. Поэтому, например, вы можете попробовать говорить быстро или запутать оппонента. Предположим, вам нужно продать незнакомому человеку что-то за 50 рублей. Когда вы озвучиваете цену, то скажите 5000 копеек. Вначале человек будет смущен в попытке посчитать 5000 копеек в рублях. И тем самым будет продолжать общение с вами. А затем цена в 50 рублей на фоне 5000 покажется ему совсем незначительной. И он с большей вероятностью купит ваш товар. Номер 21. Хотите навести порядок в своей жизни? Начните с уборки комнаты. Звучит как одна из бесполезных цитат из интернета, но это целая научная теория, которая работает. Существует научный феномен под названием «теория разбитых окон». Он появился еще в 80-х годах в Нью-Йорке. Тогда социологи заметили, что к разгулу преступности в городе в первую очередь приводят мелкие правонарушения. Чем больше становится разбитых окон, карманных краж и другого мелкого хулиганства, тем больше и серьезных преступлений. Когда власти Нью-Йорка стали бороться с мелкими правонарушениями, то и общая криминогенная обстановка в городе стала улучшаться. Данную теорию можно применить и к личной жизни. Если вы не следите за порядком в одной комнате, то вскоре проблемы в разных сферах вашей жизни также начнут накапливаться. Так что если хотите начать менять свою жизнь уже завтра, просто сделайте уборку. Номер 22. Если вы чувствуете себя нервно и не можете успокоиться, поешьте. Это простой, но эффективный способ прийти в себя. Когда человек жует, то мозг отвлекается. Именно поэтому не стоит пытаться усваивать важную информацию и при этом есть. Мозгу сложно делать и то, и другое одновременно. Так что во время еды лучше расслабиться. Номер 23. Правильно формулируйте просьбу. Допустим, вам нужно попросить вашего друга помочь перевести вещи. Уверен, большинство из вас спросили бы так. Не мог бы ты помочь мне перевести вещи в субботу? Подобная формулировка сильно снижает шансы на то, что вы добьетесь своего. Начиная с фразы «не мог бы ты», вы изначально формулируете не конкретную просьбу, а задаете абстрактный вопрос. Поэтому получить отказ намного проще. Вместо этого попросите конкретно. Помоги мне, пожалуйста, перевести вещи в субботу. Такая постановка просьбы резко повышает ваши шансы получить согласие. Но, как минимум, человек точно не будет придумывать лживые отмазки, а откажет только если действительно будет очень занят. Не забудьте поставить лайк, если вам было интересно это видео. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. И, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом. Субтитры сделал DimaTorzok